Идти всю жизнь к заветной цели. Стоять перед небом, не дыша. Есть не земное что-то в теле, душа. Есть стихи, которые льются, как музыка. Есть строки, которые останавливают время. О вечном, незыбливом, таком личном и таком важном. Вечер духовной поэзии Анны Акалы получился не просто душевным. В стихах брестской поэтессы каждый гость смог найти что-то такое, что с одной стороны было привычным и знакомым, а с другой заставляло посмотреть на мир и свою жизнь под другим углом, пересмотреть ориентиры и понять, что же на самом деле. Мы ищем в бренной суете. И в чем наше предназначение? Сегодня мне захотелось сделать творческий вечер только на духовную тематику. Если раньше присутствовали мои светские произведения, стихи, то сегодня мне почему-то захотелось этот весь вечер посвятить именно Богу, именно вере, именно Христу. А дальше, ну, как Бог даст. Поддержать молодого автора пришли коллеги по Перу, близкие и те, кто уже открыл для себя творчество, увлеченные духовными мыслями девушки. Несколько лет назад у Анны вышел первый сборник стихов. Вопреки ограниченности печатного тиража, многие с удовольствием читают ее произведения на странице социальной сети и находят в них много смысла и глубины. Но карандаш сегодня пригодится, да и листы бумаги тут как тут, и за полночь давно, а мне не спится, часы как будто медленнее идут, и пусть, я их настраивать не буду. Я этой ночи еле дождалась, утихли страсти все, и вера в чудо, как яркая звезда, душа зажглась. Тонкое ощущение поэзии присуще как молодому поколению, так и уже тем, кто размышляет о жизни и о вечности. С моей точки зрения поэзия Анны как раз и транслирует это для слушателей. Это тонкая, наполненная духовным возрождением поэзия, которая, на мой взгляд, откроет новое измерение для слушателей. Поэтому мы поддерживаем, конечно, таких людей в нашем центре. О творческих планах Анна Акала говорить не любит, считая, что на все воля Божья. Однако добавляет, что писать и делиться мыслями через рифмованные строки ей действительно по душе. Вечер получился по-настоящему духовным не только благодаря стихам, но и песнопениям, исполненным молодежным хором в честь Афанасия Брескова. Иди, селися вны, и очистены от всякие скверны, и спаси влажек души наши. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.